Девушки отдыхают Внимание на экран! Сейчас отсюда вылетит и кому-то влетит Вы только не бойтесь Но знаете, в процессе подготовки этого выпуска Мы совершили несколько пугающих открытий двери И парочку нерядовых открытий шкафа Для кого-то это открытие стало откровением А то отгородились стеной Не достучаться, не докричаться Хотя бывалые пассажиры подземки любят повторять Сколько ни кричи Кондуктор, есть проблемка Никто не придет и не ответит Потому что мало просто говорить Нужно достучаться Чтоб все обернулись Рассмешить, чтоб улыбнулись Впрочем, существует определенная часть аудитории Готовая вестись даже на спорные И невразумительные утверждения И только потому, что они транслируются в нашем эфире Когда наступает время всем известного документального блокбастера Прочие программы не просто переключаются Они летят в пропасть Вместе с монитором и другими гаджетами Ноут летит в телек Телек летит на пол Потому что у нас показывают подлинную красоту Предварительно убрав с переднего плана то, что ее заслоняет Стоит отдать должное И высказываются ребята кратко Ярко, по делу Слово сказали, на место упали И говорят они о том, что нельзя выйти из воды сухим Но можно выйти красиво А потом войти в одну воду дважды Хотя вон тут у нас ловкому серферу и первого раза хватило С головой и с ногами А некоторые вообще не планировали ни в какую воду входить Но малец оступился Мотор вдруг включился И забор развалился Седан утопился Сноубордер свалился Конькобежец спалился А штангист погрузился Кто-то скажет, со штангой на льду не играют Ну так и снегоход не летает Но в нашем кино не такое бывает Вот как тут не полетать, если услужливый друг подставил стульчик А безжалостный недруг подставил подножку Стремительный гонщик подставил машину А коварный пёс просто подставил Применив против верблюжонка запретный бойцовский захват Эту милую детку никто не подставлял Её банально ветром сдуло и сквозняком протянуло у родного порога Тем же ветром резвого малыша немного занесло в пустые ворота Но в общем дети в порядке и тренде С гордо поднятой ногой И низко опущенной головой Внешне всё выглядит не так радужно Но они вправду на высоте, на заборе На канате И на уровне, как минимум, подоконника Детишки требуют свой кусок пирога И взрослые вынуждены уступать Иногда со скрипом и со стуком Наверняка и печенька б милюзге досталась Но, как всегда бывает, вмиг триумфа Сбоку подкралась какая-то собака И всё же, по большому счёту, у пацанвы дело в шляпе А тело на пути к холодильнику Если кто и может обскакать огольцов Так это прыткий городской кенгуру Ведущие эксперты мира, обсуждая эту тенденцию Пришли к выводу, что ребятня всё чаще появляется в кадре По одной простой причине Мамка не досмотрела Откровенно зевнула и пустила в кабинет Во время сеанса видеосвязи В общем, родительнице позор Вполне смываемый и холодный, как душ Но пока эксперты сушат головы Над причинами возникновения тренда Дети сушат голову под электрополотенцем Юные исследователи виртуальной реальности Бьют рекорды, бутылки и головы И упорно учатся на своих ошибках Снимали бы на старших глядя Как те на ветке Что ж ты, дядя? Хотелось заложить вираж И что теперь? Алё, гараж! Поймал забор на раз-два-три И пляшем, ёлочка, гори Сетевые герои ничего не делают просто так Даже пустую тару не выбрасывают Точнее, выбрасывают, но с подскоком и переворотом И носочки надевают с вот таким девайсом Они не ищут легких путей Не видят препятствий и готовы буквально лететь к успеху Не то чтобы по своей воле Вперёд, вперёд, вперёд Просто мамка так решила А с лыжни назад хода нет Только вперёд И только прямо Никаких виражей и поворотов На самом деле ничего нового сетевые герои не изобрели Крутятся словно белка на колесе Потому что тернист путь к харчишкам В борьбе за еду побеждает сильнейший и коварнейший В поисках воды приходится прогрызать штору А с семками на район вообще лучше не соваться Потому что найдут С плохими намерениями, кстати, тоже не рекомендуется заявляться к соседушкам А то один пацан заглянул как-то в гости А там три собаки Две добрые и одна злая Потрепала цепная псина мужика А две добрые создали массовку И намекнули пользователям Страшная маска — это ответ на пожелания общественности Ничего личного Просто мы выполняем социальный заказ и делаем шоу Не буди лихо, пока оно тихо И смотрит в другую сторону Вот вам, кстати, и пища для размышлений А стоит заводить большую собаку Она же рано или поздно сядет на голову А мелкого бобика можно взять куда угодно И сдать куда угодно Вот хотя бы в камеру хранения Здесь говорим пёсику многократное хозяйское спасибо Но это, конечно, было не главное открытие дня Встречайте победителя нашей традиционной номинации Пользователи до сих пор помнят И чтут классический ролик о водителе-классике Вскрывшем дверцу топором и монтировкой Финал незатейливой драмы никого не оставил равнодушным И вот через годы история получила инновационное продолжение На этот раз обошлось без неожиданностей Наши профессиональные авторейщики взяли в руки свой инструмент И совершили обещанное нами историческое открытие заклинившей двери Нехитрое решение, показанное на правах антирекламы Произвело неизгладимое впечатление на общественность Не отчаивайтесь, звоните к нам Первый серьёзный удар Причём неожиданный и не совсем логичный Принял на себя зритель, удобно расположившийся в первом ряду Ремонтники обзавидовались И признали, что классный инструмент — это убойная сила У отважного строителя поехала колонна А потом слетела крыша Равнодушная часть аудитории вышла из состояния оцепенения Молодые туристы удобно устроились на ночлег Но больше не смогли ни уснуть, ни полежать У нападающего и тренера тем временем шла своя игра До первого удара Уставший домохозяин облокотился и свалился Отчаянный прыгун в полёте лыж лишился Озорная бабулька обессиленно опустилась на надувную мебель Гордая птица поникла и сдулась А её сиятельство блогерша изобразила Карлсона с пропеллером Балерина взмахнула роскошными волосами словно флагом У потрясённого внедорожника отвалился бампер Обеспеченный ездок едва совладал с эмоциями И совсем не совладал с мотоциклом Визажистка от избытка чувств потеряла дорогую косметику Зато обрела дар речи Опытного прораба словно обухом по голове стукнуло А молодых балбесов стукнуло безусловно башкой об пол Темечком об скамеечку Досточкой об тарелочку И по бесстыжему личику кулачком Ну тут Казанова сам виноват Завис на районе сразу с двумя Суженая сбила с него спесь и кепку А вот дальнейшее явно было лишним Акт возмездия превратился в возню И в результате все главные герои Упали в глазах общественности на асфальт А ведь дама могла уйти Гордо хлопнув дверцы Ну или побились, помирились Совет, любовь, клятва, обед, потом обед Пу, куда ты лезешь, дед? Надо просто отпустить от себя прошлое Словно скользкую перекладину И мчаться дальше по дороге Как будто впереди никого Вот только они там есть Мимолетная встреча на трассе Может опрокинуть представление И перевернуть машину Отправить на обочину жизни Или просто напугать так Что человек вдруг заговорит по-английски Неприятности не знают правил И смело бегут навстречу нашему страдальцу На красной и перед автобусом Куда ты? Или налетают сзади Несмотря на предупреждающий знак Которого больше нет Или мчаться на велики Против потока и всякой логики И вот тихоход входит в поворот И на живом с прицепом И фургон с тележкой Странная комбинация Но, как говорят халявщики У каждого свои представления О продуктовом наборе И потребительской корзине С другой стороны надо разобраться Нам есть или кататься? Езда и еда несовместимы А езда после выпивки И вовсе преступна И заканчивается или в ДПС Или на АЗС И хорошо, если наши антигерои Не доберутся до колонки Этим повезло Как и сотрудникам заправки Их что-то остановило То ли чудо, то ли заборчик Но и после пидстопа Призрачные гонщики С невероятным упорством Пытались доставить себя В никому неизвестный пункт назначения Он едет до сих пор Один мертвый уже А это все куда-то Давай! Пьянству на дорогах Позор и бой Это не обсуждается Но ведь и трезвые неадекваты Такое на шоссе Выдают просто улет Причем хорошо, если это улет на клумбу А можно под фуру влететь с дуру А потом сидеть и радоваться Вот, мол, я какой И спасибо, что живой Еще можно влететь в салон Всем сразу Хорошо без мотоцикла И это намного лучше, чем с мотоциклом Да вбок Так что малолитражка играла не по правилам Утешение такое же слабое, как попытка затормозить ногами Но случаются ситуации, когда, что называется, небеса против И птице удачи лучше тоже поберечься А то и долетаться недолго Научные горьким опытом автомобилисты говорят Лучше уж попутные волки, чем встречный лось Утверждение спорное Но им там виднее, несмотря на трещины на лобовом В конце концов, за каждой пословицей прячется конкретный неадекват И не только прячется, но и наезжает Бьется разворот и забивает, как мяч в ворота А добропорядочный водитель в то же время Оказывается, между двух легковых Это как минимум Вообще-то их больше Но даже одного дорожного лихача хватит, чтобы вывести происходящее за рамки здравого смысла и пределы трассы Точнее, вынести стремительно Вместе с подвернувшимся под бампер встречным авто Предвидеть появление неадеквата невозможно Потому что его, в принципе, едва удается разглядеть И даже если он вот тут, перед глазами Непонятно, где тот едва заметный поворот Что задумает и сделает этот чудак в следующий миг? Куда его еще занесет нелегкая горячая голова и мощный движок? Хорошо тому счастливчику, кого спасает зоркий глаз Твердая рука и птицу удачи Ну, пронесло, в общем Аплодисменты и спасибо, что живой Опытные водители по такому поводу говорят Да, диван случается Но и сам не плашай и не засматривайся на буренок Во-первых, ты тут такой не один Во-вторых, они этого не любят Так что могут выбить дурь и мотоцикл Хотя с коровами можно найти общий язык Но есть еще кое-кто похуже К примеру, буйные буйволы Которые как минимум оторвут что-нибудь на недобрую память А скорее собьют других с верного пути И направят в кювет в багажник Или в столб Вы, конечно же, спросите Что делать? И наша уставшая автоведущая, потушив дежурную улыбку, жестко ответит Учить, как в школе Пусть неуловимые покемоны знают У этой игры суровые и простые правила Понятные даже тем, кто не владеет неродным языком В машине, во-первых, не спать Во-вторых, не отвлекаться на девайсы В-третьих, не наезжать и знать свое место Если кто не понял, разъясним и укажем, где стоять На тебя, Белый, это правило тоже распространяется Нет, ну что не ясно? Ладно, тогда мы вернемся и постоим на дорожке Или так и быть, составим путнику компанию И будем нестись со своей селфи-палкой без устали Одержимой благородной целью Словно верность собакин, одержимой мечом На этом пока Держите селфи на память А мы, не ведая усталости, шагаем дальше Чтобы пугать и защищать И лишь вдали от глаз Наш железный папарацци сбросит маску И станет ясно, что никакой он не робот А сложный механизм С уставшим человеческим лицом Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok